Такие главы, как девятнадцатая глава, которая открывает третью часть под названием «The Victor», то есть «Победитель», зачастую остаются без должного внимания, когда кино или телеадаптация несколько смазывает ее содержимое. Ведь как у нас в фильме происходит этот момент, когда объявляют распорядители игр о том, что может остаться два трибута живых. Китнис в этот момент находится в лесу, то есть на земле. Она слышит объявление, она шепчет «Пита», и она сразу бежит куда-то. Куда-то бежит, наверное, уже примерно знает куда. Ну, это вот такой вариант представления истории. В книге же, как мы уже поняли, происходит немного все по-другому. И тот вариант, который я вот придумал, вот так ассоциировать это с тем всплеском энергии, который происходит обычно в спортсменах, которые завоевывают главный приз, к которому они шли многие годы. Когда они вдруг срываются, бегут, хотят вот кого-то поймать, обнять и кричат. Этот вариант, по-моему, все-таки имеет право на жизнь. Потому что вот мы читаем. Я зажимаю рот обеими руками, но поздно. Крик уже вырвался. Да, она даже не успела сдержать свой крик. Это когда вот мы видим гол и мы кричим. Мы, скажем, если смотрим футбол, мы вскакиваем с мест, руки вот так, ноги вот так. Футболисты, наоборот, бегут. Потому что они хотят поймать вот того, кто гол забил, обнять его. А у нее, она сидит на дереве. Как мы уже сказали, пары вот сейчас побежать, но не знает куда. Обнять Пита, но его пока что нет рядом. И она кричит. Итак, она кричит, спохватилась поздно, но понимает, что сейчас сюда никто особо так не придет. Не будет ее искать. Значит, сейчас Пита становится ее союзником. Совсем недавно, буквально так, несколько часов назад, у нее закончился, трагически закончился один союз, который был ей, так сказать, очень приятен. Который ей о многом напоминал, скажем, вот опять-таки дом ей напоминал. А теперь этого союза нет. Рута погибла. И сейчас появился Пита. Она понимает, что сейчас ей просто необходимо быть с ним. Если, не дай бог, так получится, что кто-то из них кого-то убьет, ну, дома их просто могут не принять. Как будут на них смотреть, если кто-то кого-то убьет, или, скажем, если один сейчас проиграет, а другой ему не поможет. Несчастный, влюбленный. Пита, должно быть, не забывал о своей роли ни разу. Сейчас она пересматривает свое отношение к Пите, при том, что ее прежних мыслей как не бывало. Не хочу сказать, что она как-то переобулась. Нет, у нее сейчас вот так вышло наружу ее отношение к Пите, как мы понимаем. Пита, должно быть, не забывала о своей роли ни на минуту. С чего бы еще распорядители решились на такое неслыханное изменение в правилах? А действительно, с чего бы они вот так решились? Что произошло? Мы-то не знаем, что там делал Пита. Мы-то не видели, Китнас не видела. Может быть, он как-то себя показывал. Может быть, Хеймич, который... В фильме есть такая сцена, когда он приходит к... Хеймич приходит к сценнике Грейну и пытается его убедить в том, что сейчас, когда, скажем, такое недоверие зреет, можно использовать любовь. Вот этот фактор любви можно использовать и выиграть от этого. Он как-то его уговаривает и, может быть, это и влияет на решение. Но после этого есть еще один шикарный эпизод в фильме, когда сценника снова разговаривает с Кариоланом Сноу и тот его спрашивает об отношении к аутсайдерам. Да? Как по-английски я не помню. К аутсайдерам. Он говорит, как, что вам нравится, а аутсайдер говорит, всем они нравятся. Говорит, нет, мне не нравится. Вы бывали в десятом, в одиннадцатом, андедокс, андедокс. Вы бывали в десятом, в одиннадцатом, двенадцатом? Нет. Говорит, там лично не приходилось. Говорит, а я бывал и видел их там, очень много аутсайдеров. Там есть много хорошего. Уголь, там ресурсы всякие, зерно, да. Но больше всего там аутсайдеров. Вот если бы вы там побывали, вы бы за них не переживали. А потом он говорит, вы мне очень нравитесь. Будьте осторожны. Это вот такое предупреждение, которое, по-моему, страшнее первого. И вот, тем не менее, распорядители делают такое неслыханное ранее изменение правил. Да не дает шанс для двоих. По всей видимости, наш роман снискал такую популярность аудитории, что без этого изменения играм грозил бы провал. Аудитория влияет на игры. Мы это уже знаем. И моей заслуги тут нет ни капли. Вот она признается. Все, что я сделала полезного, так это не прикончило ненароком Пита. Он сумел убедить зрителей, что все время заботится обо мне. Качал головой, чтобы удержать меня от драки у рога изобилия. А как она его потом поносила? Схватился с катоном, давая мне возможность убежать. И она как-то, когда смотрела, она видит, что вот он такой вот там, сияющий. Ей это не казалось, может быть, это неправда, может быть, это все галлюцинация, может, он не сражался с катоном. Тоже под сомнение ставилось. Даже союзничество с профи выглядит как хитрый ход, предпринятый ради моей защиты. Вот сейчас она видит, что он мог тогда схитрить, что этот ход был хитрым, и работало это все на нее. Ну, теперь ладно. Она растет, она набирается опыта. Мы знаем, что можно делать скидки по нескольким причинам, по некоторым причинам. Выходит, Пита никогда не был моим врагом. Эта мысль вызывает у меня улыбку, я убираю руки с лица и обращаю его к лунному свету. Оно должно быть хорошо видно на экранах. Сейчас она делает ревизию после очередной вот такой волны событий. Там что-то происходит, какие-то действия, потом это все оседает. Сейчас она делает ревизию. Кто у нее остался в противниках? Фоксфейс, лиса. Ну, опасна ли она? Как мы уже поняли, она ее не взяла бы в союзники, даже подумывала устранить. О том, чтобы устранить. Но сюда она, скорее всего, не придет. Потому что она здесь... Она привыкла действовать в тайне, лиса. В открытый бой она не придет. Цепь. Цепь, да, цепь серьезный соперник, если выйти с ним один на один. Но он вроде бы не покидает своей вот этой низины. Там вот этот спад какой-то, там обрыв или что-то. Низины, куда даже лиса не совалась. Она услышала, что оттуда идет шум. И она решила быстро ретироваться с поля. Потому что там обитает цепь. Это его владение. На какое-то время. И... Кто дальше? Двое из второго дистриста. Это Катон и... Вот я не помню, здесь упоминалось ее имя. Клов. Клевер. По-моему, это опять-таки упомянуется потом. Вот момент, который я не помню. Но этой паре тоже на руку вот это изменение. Они тоже оба из одного дистриста. Причем из второго. То есть они профи. Они могут создать сильную помеху для китнис и для пита. Могли они слышать, мой крик? Могли. Скорее всего, они бы и могли слышать. Потому что они, наверное, находятся где-то вот тут поблизости, рядом. Ну, что? Пусть надевают свои очки. Идут через лес. Ищут меня. Я здесь сижу на дереве. Если хотят, пусть залезают. Мне с дерева их будет легче снять. Да и не долезут они со своей массой. И вот с такими мыслями она ложится спать. Она устраивается на ночлег. И у нас наступает 21 июля. По инерции мы держим вот эту хронологию. И готовится к тому, чтобы спуститься вниз и идти искать пита. Она готовит оружие. Завтракает. Надевает рюкзак. И спускается с дерева. Понимает, конечно, что внизу на земле она не в такой степени безопасности, как наверху. Здесь, в принципе, ее могут выследить. И она бы, наверное, так же сделала. Если эти двое выследили бы ее, она бы сама привела их к питу. И вот они двоих бы порешили. Ну, теперь уж что есть. Как же ей теперь искать пита? В фильме мы видим, что Китнис срывается, бежит, когда слышит это. Причем этот шепот. И она сразу бежит и выходит вот к тому месту, где пита залег. Здесь же она думает, куда ей пойти. Ну, вот вся Ариена. Она не знает где. И пытается вспомнить, в каких условиях она его видела в последний раз. Это был бой. Это были осы. Это были укусы. Это была галлюцинация. Это был выскакивающий... Они все убежали вот к озеру. А потом выскочил обратно пита. И требовал, чтобы она побыстрее убиралась отсюда. Да, вот было такое. Потом выскакивает катон. Пита какой-то такой сверкающий. Ладно. Катон его ранил сильно, как вот он говорит. Он истекает кровью. Может быть истек. Ну, нет, не истек, потому что пушки не было. Так, где он может быть? Если он не погиб, значит, яд, ос, убийц, на него не подействовал смертельно. Он ушел живым и не истек кровью. Хорошо. Но как он мог продержаться без воды? И вот этот вопрос наводит ее на мысль о том, что пита расположен где-то, где есть вода. Где у нас есть вода? Озеро. Ну, к озеру бы он не сунулся. Потому что там они царят, эти профи. Там есть еще какие-то лужицы с ключевой водой, но это слишком такое статичное место. Он должен там быть. А это можно один-два раза прочесать и все. И он вычислится. Поэтому остается ручей. И вот она начинает эти поиски у ручья. Первонаперво она зажигает костер. Так, открыто, откровенно зажигает костер, чтобы, может быть, даже пусть трибуты подумают о том, что она устраивает им засаду. Ну, как-то обходит это место или там, не знаю, начинают разведку устраивать. А она пока пойдет туда вниз по ручью искать пита. Идет она босиком по ручью. Тем более, что сейчас жарко. 21 июля. Жарко, но ногам приятно. Следы она не оставляет. В любой момент может выйти на то один, то на другой берег. И она доходит до развилки, до места, откуда она по указанию руты срезала путь к лагерю трибутов. Там вот эта высокая трава и так далее. Она продолжила путь. Ручеек уходит влево. Она идет по ручейку и понимает, что она попадает в какое-то место, где ее раньше не было. Тут огромные валуны. Тут она себя чувствует несколько некомфортно. Потому что ее можно вот так, прямо вот так застегнуть врасплох, там столкнуть. Можно упасть в ручеек, вот такие там камни, валуны и не смочь выбраться. Она зовет пита. Зовет, он не отвечает. Она идет дальше. И в какой-то момент она видит следы крови, которые кто-то пытался усердно стереть. Там она видит еще кусочек ткани, который прилип к камням. И она понимает, что она, по сути дела, уже на месте. Вот он должен быть, по ее расчетам, где-то здесь. Пита, пита, она его зовет. Пита, пита. Ходит, ходит, зовет. И вдруг слышит где-то слева от тебя. Пришла меня добить солнышко. Левое ухо у нее не работает, но она слышит где-то слева. Она поворачивается, смотрит, проверяет, ничего не видит. Снова идет на этот голос. Четко она слышала его. Пита, пита зовет. И тут совсем вот где-то под ее ногами он говорит, ты на меня не наступи только. Она присматривается, открывается его глаз. Белозубая улыбка. И она в шоке от того, какую он себе устроил камуфляжную защиту. Ну, говорит, ты даешь. То есть сейчас совсем не та ситуация, когда можно вот так радоваться, говорить, вау, ух ты. Но она просит его закрыть глаз. Он закрывает глаз, рот закрывает. Да, говорит, эта вот работа и исчезает. Потом она говорит, да, вот это, конечно, твое умение ухожать торты, вот тебе помогло. Да, пригодилось перед смертью. И у нас вот здесь идут диалоги. Такие долгие диалоги между ними. Диалоги, которые перемежаются. Вот в них перемежаются шутки. Информация полезная. Тяжесть какая-то, вот они делятся друг с другом. И вот сейчас пошла шутка. Вижу, ты не зря убил кучу времени на разукрашивание пирогов. Да уж, пригодилось перед смертью. Ты не умрешь, говорю я твердо. Кто тебе сказал? Его голос такой изможденный и хриплый. То есть не кто тебе сказал, а кто тебе сказал? Я тебе говорю. Теперь мы одна команда. Слышал новость? Слышал. Спасибо, что нашла мои останки. Вытаскиваю бутыль с водой и даю ему попить. Здесь следует одно предложение, которое... Вы знаете как? Если переводчик не улавливает, допустим, лексический какой-то оборот, это понятно. Когда встречается какое-то незнакомое слово, ну, не совсем понятно, можно же найти его значение, но тоже как-то можно понять. Но когда у тебя написано черное, а ты говоришь белое, без каких-либо оснований на двусмысленность, тогда вот непонятно. В русском варианте написано, котон ударил тебя кинжалом? Да, в правую ногу, высоко. Оригинал. Оригинал. Did Kato cut you, I ask? То есть, котон тебя поранил, да? Он тебя порезал. Left leg up high, Janses. Левая нога. Высоко. Он отвечает. Вот как можно было спутать правую с левой, я не знаю. Я даже пересмотрел этот фрагмент в фильме, даже открыл вот здесь журнал. У него левая нога. В тяжелом состоянии. Не правая. Так что, я держу перед собой книгу, но вместо, да, в правую ногу, я читаю, да, в левую ногу, высоко. В общем, у него левая нога. В плохом состоянии. Сейчас спустимся к ручью и смоем с тебя грязь, чтобы осмотреть раны. И он говорит ей, наклонись поближе, хочу что-то сказать. Опять вот такой тяжелый. Она наклоняется, он ей говорит, «Помни, мы безумно влюблены друг в друга. Если вдруг захочешь меня поцеловать, не стесняйся». Вот когда вот таким видом вам говорят, я вот сейчас вот уже на полпути, я уже вот-вот одной ногой, но если захочешь меня поцеловать, пожалуйста, я готов. Смешно. Она как-то, нет, так вот, дергается головой, сердито отдергиваю голову и смеюсь. Ну, смешно поэтому. Вот. То есть он до сих пор думает о том, что там камеры, которые их показывают, должны работать на них. Он ей сказал такую фразу и так преподнес, чтобы она правильно среагировала. Хотя он знает, что она может неадекватно среагировать. Все-таки она засмеялась. Спасибо, буду иметь в виду. Питер еще шутит, значит, все не так плохо. Впрочем, и еще один момент по переводу. Когда я пытаюсь помочь ему выбраться к воде, моя веселость мимолетом улетучивается. В английском не совсем так. Как минимум, он способен еще шутить. Но когда я помогаю ему подобраться к течению, вся легкость испаряется, исчезает. И моя, и его, и ситуация, и этой фразы. Вся легкость. Не только ее. Идем дальше. Казалось бы, тут два шага. Вот от того места, где он лежит, до ручья. Потому что его надо обмыть. У него там где-то вот такая серьезная рана. И он весь в земле. Он скрывался от них. Он так себя закамуфлировал, что он может там, наверное, лежать месяцами. Но надо что-то делать, потому что так не пойдет. И она пытается его оттащить. Ноги увязли там в тине, в иле. Вот эти растения, наверное, как-то там. И он не двигается. Он не может двинуться. Она его тащит. Он тоже упущен немного. Чуть-чуть такой момент в переводе. Что как бы он не пытался сдержать боль, стерпеть боль, он все равно выпустил там крик. Это опасно, но он не может терпеть ее. У него такая боль, значит. Она его сдвигает. Он кричит. Она понимает, что дальше он так не пойдет. Он от боли плачет. Она говорит, ладно, сейчас будем по-другому тебя перемещать. Сейчас мы тебя перекатим. Насчет раз-два-три. Значит, раз-два-три. Она пытается его перекатить. Он издает душераздирающие крики. Тоже не пойдет. Ну, как говорится, если Горя не идет к Магомеду, Магомед идет к Горю. Значит, ты лежишь здесь. Я сейчас тебя буду мыть на месте. И она наполняет. У нее есть своя бутыль. У нее есть бутыль этого парня из первого дистриста. И фляжка, вот этот такой бурдюк от Руты. И она вот эти три сосуда наполняет. Причем два наполняются в ручье. Третьим она уже поливает его. Третий наполняет. Теперь вторым поливает. Первым и так далее. И сначала она не знает, с чего начать. Потом просто начинает поливать. Волосы, наверное, лицо. Вот эту всю грязь она пытается отмыть. Она в какой-то момент даже подумала. Интересно, на нем одежда есть или нет. Ее как-то это немножко смутило. Но подумала, что давай, ладно. Надо теперь. Начинает выливать одну бутыль, вторую, третью. Появляется сорочка. Это как в анекдоте про Чапаева. Там майка появляется. Растегивает сорочку, майка появляется. И она замечает, как сильно повреждено его тело. Оно все в кровоподтеках. Помимо того укуса под ухом. У него еще три на теле. То есть тоже легко обошелся. Ожог какой-то у него по всей груди. Она пытается снять майку. Она прилипла к этим ранам. Пытается ножом отрезать. Водой смыть. В общем, кое-как она это снимает. Промывает тело. Вытаскивает жало. Из мест укусов. И прикладывает листья. Ему, конечно, сразу становится легче. Ожог она обрабатывает мазью. Чистит, моет. И после того, как с верхней частью покончено, вот он такой лежит в грязи. Вокруг вода, вокруг грязь. И она замечает, какой он бледный на самом деле. А когда трогает его. То есть он уже не такой. Тело уже торс не такой внушающий. Какой-то такой поникшен, понятно. И она трогает его и чувствует, что у него жар. Толстый слой грязи и вода холодная, которую она постоянно поливала, не давали представления о том, что у него сейчас происходит. Что его лихорадит. Наверное, у него пошло какое-то заражение. Скорее всего, от ноги. И сейчас надо что-то с этим делать. И она открывает аптечку, которую она получила после... которую она унаследовала от парня из первого дистриста. Там есть какие-то жаропонижающие таблетки, которые дома она помнит, что мама иногда покупала, когда уже невозможно было обычными другими методами скинуть жар. У тех, кто приходил к ней. Она дала вот эту таблетку, говорит, выпей. Потом, может быть, тебе поесть надо, ты голодный. Он говорит, нет, только не еда. Она предлагает вот это мясо, там, крусенка. Он говорит, нет, не смогу. Вытошнит меня. Представляет, как ему плохо. Но уговаривает его съесть вот эти сухофрукты. То есть запасы парня из первого дистриста действительно ей пригодились. Вот он их жует, а она думает о том, что надо теперь переходить к ране на ноге. Осторожно снимает сапоги, брюки. Видит, что можно оставить трусы так, как есть, потому что рана выше колена, а другие царапины как-то... В общем, можно обойтись без снятия нижнего белья. Это ее успокаивает. Но рана действительно в ужасном состоянии. Она глубокая. Она воспаленная. Сочится кровью и гноем. И хуже всего, что от нее идет ужасный запах гнилого мяса. Гниющего мяса. И он спрашивает у нее, ну как, очень, да, ужасно. Он говорит, ну, так себе. Видел бы ты, переводит разговор. Видел бы ты, как их приводили вот к маме домой. Но она не говорит, что она даже от тех, кто чихал и кашлял, она даже их сторонилась. Предпочитала убегать в лес там, проводить, пока эти не уйдут. А тут вот такое сейчас. И она должна этим заниматься. Она понимает, что для начала, ну вот как ни крути, надо промыть. Рану. Бедро распухло. И снимать белье, как можно сказать, она не хочет. И вот она думает о том, что мама и прим, вот они не такие. Они бы, не задумываясь, сняли бы. И восприняли бы совершенно адекватно. Как врачи, как лекари. Как целители. А она смотрит на него, как женщина. То есть сейчас вот такой момент. Она не может его спокойно вот так лечить. И ее беспокоит то, что она может его увидеть обнаженным. Она пытается промыть эту рану. Подсовывает под ногу эту клеенку. Обмывает водой. Рана все страшнее. Она, ну дает ему груши, чтобы он так поел. Думает, пока пусть подсохнет. Она спускается там, выстирывает его одежду, раскладывает, чтобы сушиться. Но начинает все-таки лечить эту рану. Пытается лечить этими листьями. Какое-то улучшение идет, но так чисто внешне. Потому что вытекает гной. Довольно-таки много гной. Она это еле стерпливает. Он опять шутит. Китнис. Лицо у меня сейчас должно быть зеленое. От того, что она видит. Как насчет поцелуя? Произносит он одними губами. В этой тошнотворной обстановке предложение кажется настолько несуразным, что я начинаю смеяться. Что такого? Я ничего не могу. Не то, что моя мама. Она признается, что да, она не может этого переносить. Она первый раз это все делает. Говорит, и как же ты охотишься? Да, охотиться это совсем другое. Там можешь мне поверить. Зверей я убиваю гораздо легче, чем это. Хотя тебя я тоже, кажется, убиваю. Опять шутка. Опять все. А побыстрее убивать нельзя? Смешно. Заткнись и жуй груши. Такая хорошая такая беседа легкая. Значит, опухоль спала. Вытекло, наверное, целое ведро гноя. Видно, насколько глубоко вошел нож. До самой кости. То есть рана очень серьезная. Он спрашивает, что дальше, доктор Эвердин. Думаю, помазать средством от ожогов. От инфекции оно ведь тоже помогает. Потом забинтуем. В общем, она делает это все. И после того, как она бинтует рану, с белым бинтом очень сильно контрастируют его трусы. Она понимает, что там сейчас явно, по сравнению со всем, что она сделала, вот лежит чистая одежда, его относительно чистая. Но то, что будет на его теле, его нательное белье, очень грязное. Она говорит, знаешь что, давай, вот прикрешься тряпкой, снимай, я постираю. Она говорит, у меня, в принципе, проблем нет, я могу прямо так снять. А у меня проблемы есть. Давай все там, прикривайся. Она отворачивается, смотрит на ручей, ждет, пока мимо нее пролетит вот эта тряпочка. Она ее хватает, начинает мыть камнями. Он опять шутит. Кто бы мог подумать, что особо, убивающая одним выстрелом, так щепетильно. Все-таки зря я тогда не дал тебе мыть хеймича. Смешно. Кстати, насчет хеймича. Он что-то присылал тебе, она спрашивает. Он говорит, нет, а тебе? Так, даже немножко ревнует. Да, он говорит, лекарство от ожогов. Смущенный, еще хлеб. Я же говорил, говорит, ты его любимица. Какая любимица, говорит, он меня ненавидит. Она говорит, знаешь, почему ненавидит? Потому что ты такая же, как он. Она хочет что-то такое едкое сказать, но понимает, что Пита поддерживает легкий разговор. Пита ни на минуту не забывает о том, что их смотрят. А она хочет сейчас укусить хеймича. Поэтому она прикусывает язык. Она знает, что это сейчас все показывают. Но в какие-то моменты она забывает. А Пита помнит. Пита даже в такой ситуации контролирует ее ситуацию. Одежда высыхает, уже дело к вечеру, и она говорит, знаешь, что нам надо идти, нам пора идти. Куда пойдем? Вниз по течению. Это тоже важно, что они идут вниз по течению. Она помогает ему встать. Он опирается от нее. И вот так они как-то, наверное, там, сантиметр за сантиметром вот так-то пытаются вот проковылять по ручью. В английской версии четко написано. We make it about 50 yards downstream. Вниз по ручью они идут. На расстоянии 50 ярдов отходят. 50 ярдов – это примерно 50 метров. Поначалу меня это немножко запутало. Я проверил английский вариант. Там у нас идут метры. И там тоже написано 20 метров. Здесь 20 ярдов, там 20 метров. 50 ярдов, там 50 метров. А потом будет еще число 20 ярдов, 20 метров. В русской версии у нас ярды. То есть так, как в оригинале. Я для надежности посмотрел. То есть один ярд – это примерно 0,9 метров. Что-то такое. Ну, примерно. Примерно вот такие похожие цифры. Меня в какой-то момент спутали эти цифры. Мне показалось, что там идут футы. В английском должны быть футы. Не, но здесь у нас более… То есть фут – это где-то нога, да, скажем так, 12 дюймов. А тут ярды. И вот они идут 50 ярдов вниз по течению. И она думает, что им делать. На дерево, конечно, забраться это мы забываем. Она замечает, что есть какие-то углубления, что-то типа пещер по обеим сторонам на берегах. И она обнаруживает вот одно, которое ей присмотрелось. И оно находится вот здесь. Давайте мы сделаем еще одно уточнение по переводу. Пока мы шли, я приметил одну из них. О пещерах идет речь. Ярдов 20 вверх по ручью. Значит, в оригинале у нас написано 20 yards above the stream. То есть идут они все-таки вниз по ручью. А пещеры находятся на расстоянии 20 ярдов над ручьем. То есть создается впечатление, что они идут вверх по ручью, против течения. Нет, они идут по течению. То есть в сторону озера в итоге. Но 20 ярдов над. То есть им надо выйти из воды. И как-то проковырять вот эти 20 ярдов, что примерно 18 метров по склону наверх. Что они и делают. И там они находят пристанище. Да, вот такое углубление типа пещеры. Она обустраивает пол. Там нас сыпет сосновые иголки. Разворачивает спальный мешок. Помогает ему лечь. Дает таблетки, немного воды. От еды он отказывается. Лежит, смотрит на меня. Пока пытаюсь замаскировать вход в пещеру. Но у нее ничего не получается. То есть звери, может быть, и поверят. А вот люди, трибуты, нет. Их вычисли. Она это срывает, а он ее зовет. И говорит. Спасибо, что нашла меня. Ну тут идет взаимный такой обмен любезностями. Ты бы тоже меня нашел, если бы мог. Послушай. И она чувствует, что он пылает. Жар от него идет. Лекарства не действуют. И он говорит. Послушай, если я не вернусь. Она не хочет этого слышать. Она говорит. Молчи. Такие вещи, чтобы ты забыл. Нет. Но если вдруг. Никаких вдруг. Он продолжает. Она пытается его усмирить. Он снова продолжает. Она закрывает его рот. Поцелуем. Она никогда раньше не целовала парня. Сейчас, конечно, ее чувства несколько притуплены. Она скорее чувствует жар, который исходит от него. Он неестественно горячий. А потом она отстраняется от него и говорит. Ты не умрешь. Ясно? Он говорит. Ясно. Она выходит на воздух прохладный. И у нее к ногам опускается парашют. Наверное, это хемич. Что там, может быть, открывает? Там не лекарство, ничего такого. А там бульон. И записка такая. В стиле хемича. И здесь я хочу сделать одно, на мой взгляд, важное уточнение по переводу. Тоже упущение. Но это, конечно, не правое-левое, а кое-что другое. Хемич не мог бы выразиться определённее. Один поцелуй, одна баночка бульона. Я почти слышу его злобное ворчание. Ты влюблена, солнышко. Твой парень умирает. Что ты ведёшь себя, как вяленая рыба. Первая фраза. Ты влюблена, солнышко. Он хочет её задеть. Ну, это у неё в сознании. Он её задевает этим солнышком и говорит. Даёт ей вот так встрепенуться и говорит, что ты влюблена. Твой парень умирает. Ваша сила в том, что вы вместе. Я сделал то, что другой бы не сделал. Сейчас из-за того, что вы вместе, вам благоволят. Чёрт ты ведёшь себя, как вяленая рыба. И вот эта последняя, третья фраза, она звучит как укор, как укус. Да? В оригинале. Ты вроде как влюблена, солнышко. Парнишка умирает. Пока что всё правильно. Но вот третья фраза. Дай мне подачу. Дай мне что-то, чтобы я мог с этим работать. Помоги мне. Там не укор. Чё ты ведёшь себя, как вяленая рыба. Нет. Помоги мне. Сделай что-то, что я мог бы потом вот так как-то перепаковать и преподнести, как вот, смотрите, им нужна помощь. И она согласна с этим. Если я хочу, чтобы Пита выжил, надо произвести впечатление на зрителей. Несчастные влюблённые отчаянно стремятся вернуться домой вместе. Два сердца бьются в унисон. Как романтично. У неё никогда не было такого опыта в жизни. Но она видела, как у отца с матерью это было. Отец, когда приходил из леса, он постоянно что-то, каждый раз что-то приносил ей. И она это с любовью воспринимала, улыбалась. И голос у неё менялся, когда она говорила с отцом. И сейчас Китнис говорит изменённым таким, певучим голосом. Пита! А он снова затреман. Она приходит, будет его поцелуем. Он так удивлён. Потом счастливая улыбка на лице. Парана показывает бампы и говорит, Пита, смотри, что Хеймич прислал тебе. Ну, наконец. Бульон получили. Рану обработали, трусы постирали. Смотрим, что будет дальше. Ждём. Пока. Спасибо. Продолжение следует.